Впереди у нас неделя, она называется неделя ожидания. Сруженик сельского хозяйства ожидает, Библия говорит, столько-то, а приходит, там десятой доли даже нет в этих снопах. Люди ожидают чего? Ну, если есть сын, чтобы хорошая невеста была. А если невеста хорошая, ожидает, он придет такой, чтобы разорить себе все хозяйство. Так вот, есть на земле 2896 национальностей. Сегодня подсчитывают почти под 7000. А почему? Где-то там, в Амазонке, у них всего 200 человек. Но у всех есть ожидания. Еще говорят, а как вы узнали, что это? Едут туда исследователи. Есть три причины, которые говорят, что люди произошли от Адама. У всех все разное. Разные годы, когда, что, одинаково все помнят, что был потоп. Только одни понимают, а реальный где-то Нил развился. Другие понимают, что будет за добрые дела награда, а за злые наказания. И наказание в огне. И третье. У всех народностей 7 дней на неделю. Это нельзя даже искусственно создать так. Вот, Арбинзон Курзер, когда был, он вернулся, с ним пятница был. Он узнал то, что от него узнал. Так вот, во всех народностях, мы, русские, что нас впереди ожидает? А что ожидает? Ну, судя по тому, что делается, мы видим, что иногда бывают проблески такие. Вот, избрали нового министра обороны, Белоусова, Андрея Раймовича. Можно кое-что ожидать. Там большую макушку снимают, голосуют против него, брать его и прочее. Но есть нация одна, у которой написано, о которых написано не где-то в Святой Библии. Все цари мира принесут свои божатства к этому народу. Вы знаете, о ком у них идет? Кто божатый? И говорится, что от этих правителей мира не дождутся люди того, что они ждут. А все правители мира сложат свои полномочия одному этому народу. Мы вплотную уже к этому подошли. Да вы знаете, что это за народ, откуда, какой у них знак. Если показан крест с одными углами, так сказать, отдельно где это, с ластикой, у них другое, звезда и скоти конечные. Если пяти конечные, это во всем мире масонские. А если шести конечные, два треугольника друг на друга наложены, к двенадцать только относится это. Ну а как будет высшим? Больше нам не надо ждать земного, потому что все кончится. Какой бы должность ты ни достиг, как бы не исполнили все желания твои и родные твои, конец этому идет. Вот посмотри, какие хорошие здания стоят все. А Слово Божие говорит, сгорит земля и все дела на ней. Нам нечего границких каких выявлять, как сегодня государство друг у друга там что-то отнимает. Все сравняется. И наступит страшный Божий суд. Страшный с большой буквы и суд с большой буквы. Самое большое разочарование в жизни человека, когда он столько лет трудился, вкладывался, и оказалось, что все против него поднимается. И это у этого народа будет. Такой печали нигде никто не знает. У русских было, да, за царя, за отечество царя нет. Вот там пришли другие, которые говорят, Бога нет, наконец смелее там все. Ну, демократия называется. Демонская кратия, как говорят. А вот у них все по-другому. Что на земле будет один правитель из этого народа, и он будет царствовать над всеми нациями. Исчезает в первую очередь сейчас денежная система. Пищать. Прошел в магазин, поднял руку, сразу навысчитал, сколько у тебя сказала. Если тебя разыскивает полиция, все двери захлопнулись. Полиции ловить не надо. Маленький фильм поставили, когда люди не смотрят друг за другом. Просто так. Сфотографируй. Сфотографируй. Так упала у тебя какая-то там бумажка. Кто-то сфотографировал, сразу сообщили. У тебя машина выключилась, дальше она не идет. Пока не рассчитаешься. А сколько? А сколько ты за месяц зарабатываешь? Я говорю о том, что этот человек... Есть сегодня фильм, называется «Шесть». Будет возможность посмотреть. Или «Антихрист» называется. Это неерусские говорят, хотя его венчать на царство может предположительно. Об этом говорит Соломил Владимир. Его венчать будет православный патриарх. Как это может быть? Ну, представьте, что человек сына родил и все для него положил, чтобы у него было лучше всех. И он когда теперь отбился от рук, и наконец приходит отец, а услышал самое доброе Богом принимаемое жертву, а если сын принесет отца в жертву, связывает отца, несет на алтарь и колет его. Это вообразить нельзя, что вот это с этим народом будет. Что они эти годы делали во всем мире, революции, все к одной цели гнали. И когда придет время этому царю быть, а он будет из одного колена, пророки прямо говорят Даного. Это Дан, один из сыновей Якова. И он воцарится, и дальше будет что? Вот сегодня прямо уже говорят об этом. Если бы не было границ, разделения государства, а против кого воевать? Войны-то не было бы. Так вот один над всей землей. В интернете меня часто спрашивают, а можно узнать, какая столица будет в нашем мире? Все одинаково. Москва! Я говорю, считай откровения 17-18 главы. Москва вся выходит до конца. Прочитай там. А можно сказать по-другому, Вашингтону, здесь на семи холмах относятся Аман, три города. Правильно. Но в ней найдена кровь святых. Где столько святых? Я видел такой, как маленький ролик стоит. Путин идет в Бутово. Ну и какой-то сопровождает там, видимо, архимандрит, и говорит, это вот ночь такая-то, 10 июня. Без разговора 110 священников. Адестовали, привезли, расстреляли. Недопросов ничего нету. А Путин идет только, да что же это такое? Да не может быть. Сам из этой системы, и он так удивляется, видно, что искренне сожалеет и прочее. Вот у этого народа будет это же самое. Приведут когда к миру, и они увидят, что они привели дьявола. Антихриста. Вот эта вот неделя ожидания говорит о том, что мы ожидаем. Христос как-то сказал, я понимаю, почему, действительно, не понял. Хорошо, если я уйду от вас. Для вас лучше. Да, Господи, да с тобой-то мы защищены, никто пальцами прикоснется к нам. Для вас лучше. Потому что это в одном месте. И Христос здесь, в корчере его нету. Но когда Дух Святой сойдет во всей вселенной, кто призовет его имя, Господь не спасется. Вот эта неделя они ожидали, но они так и не знали. Но Господь сказал, когда от меня дары придут, от Отца Небесного и меня понимают так. Прошлый раз я об этом говорил. И он возвестит. О чем? О грехе, о правде, о суде. Это разрешить без Библии невозможно. О грехе. Все грехи мира уголовные ходят, гражданские. В одном заключается, не веря в Бога. Раз он не верит, он бессовестный. А бессовестный, но он не человек, а хищное кровожадное животное. Друг друга где-то что-то сделать. И дальше. О грехе, о правде. А он вскрылся в облаках где-то здесь. О правде, что идет к Отцу. И он пришел. И дальше. Отцу показал раны свои. И теперь мир примирился с Богом. Он умер за наши грехи, Господь. И дальше, говорит, князь мира сего осужден будет. Вот это главное все. Раз он осужден, туда не надо глядеть. Все, что не по правде, дьявол. Он лжецый отец всякой лжи. Притом, не думайте, что вы здесь живете. Провадет время немного, может быть, полтора месяца. Я буду открывать то, что сегодняшний день совершается. Здесь у вас. У вас. Просто натуральное величину. Дьявол просто ходит. И что он делает? Вчера особенный был толщок на это. Вы, я сказал, вы только молитесь об этом. Не будем пока еще дальше говорить. Но, знаете, это борьба постоянная. Притом, беспроигрышная. Когда мы молимся друг за другом, простираем руки. И Господь слышит, во время богослужения батюшка простирает руки вверх. Почему не поднимаете руки? Вот понимаем. Вот Николай Георгиевич Кузьмин. Он поднимает, я двое только. Где священник поднимает, и мы поднимаем руки. Почему? Библия говорит об этом. Хочу, чтобы знали, Павел говорит, чтобы мужи молились на всяком месте, воздевая руки. На всяком. Не так, что на улице я могу молиться, а в храме не могу. Этого нигде нет. Это мы видим, где поднимают, когда руки другие люди, не православные даже верят. И православным нам Бог это открыл. А женщины и женщины поднимают. А то читаем, что есть святой Агапии и других, как они воздевали руки, преподая к Богу. Первые христиане молились руки вот так, христообразные или христообразные, лежали в подобающем месте, чтобы не запачкаться. Я насчитывал жития, симфонию составлял. Проверять даже не надо, то я это дам. Так вот сейчас ожидание наше должно быть, конкретно к нам. Всю неделю, утром, вечером. И я скажу, но может быть кому-то неприемлемо, ночью, когда проснетесь, выйдите на улицу, под звездным небом, воззовите к Богу. Это что-то особое. Я не могу это выразить как, ну, как будто близость какая-то к Богу. Я даже гляжу, два спутника летят, и летит самолет Гражданский, видно. Ну, несколько, ну, три-пять минут, они нас не убьют. Но зато мы знаем, Давид говорит, и днем, и ночью он взывал. И вставал рано, и вызывал к нему. И поэтому то, что он говорил, исполнилось. И придет от колена такого-то царь правды. И он пришел в лице Иисуса Христа. А в лице Иисуса Христа наш защитник, который умер за нас, долги погасил все. И теперь мы ждем неделю. А что же будет за эту неделю? То есть мы знаем отчасти, как бы сквозь тусклое стекло, глядим, когда бывает затмение, смотрим, что нам Господь даст. Теоретически я могу сказать, что Дух Святой о грехе, о правде, о суде, и кто вас зовет, я услышу его. Но конкретно, по какому делу, вот я узнал, что непогода сильно не урожает. У меня просто так машинально. Каждая молитва заканчивается тем, что Господи, дай погоду, чтобы убрать. Дай добрых покупателей, чтобы цена была настоящая. Я не ищу этого. Ну вот он тебе добро делает, и ты... Это правильно. Но есть люди, за которых молитва не идет. Не идет почему? У меня опыт. Огромный опыт молитвенный. Это где-то близко, или уже человек похулил Духа Святого. Бог не принимает. Я когда говорил, и говорил, а за кого вас от молитвы не идет? За Осипова, профессора, за Дворкина. Нет молитвы. Я стою с силой себя, понуждаю Господи. Молитва прерывается прямо здесь же. А за Стерлигово молился. За него здорово это молился. Так они же... Другое дело. И недавно только объявили, кто ездил из наших. Один такой, кто не любит работать, а все бы сделает красиво. В доме будут 10 тысяч платить мне за то, что пообедают один раз. Есть такая замашка здесь. И вот у Стерлигова, наконец, жене Бог открыл истину, что он заблуждается во всем. А он один из главных миллиардеров, которые в России были. Образовала листу такую. Это сегодня, говорят, и два сына, у него, кажется, четверо, ушли, и дальше люди говорят, слава Христу, ушли никуда-то в православие. Молитва пришла, как крещение. А Невзоров поехал туда, выступил против этой, операции где-то. Его никто не тянул. Он специально уроки атеизма проводит. Я объяснить не могу этого. Я говорю то, что у меня есть. За него молитва идет и свободно. Ну, и он когда сказал, возвращаться нельзя. В 15 лет сразу за решетку. И он там где-то остался, сказал где-то в Израиле или что-то. Я молюсь дальше, молитва какая была, такая и остается. Чем это объяснить? Должна быть связь с Богом. Я молюсь, Господи, угодна ли моя молитва. Я особенно делаю упор на этом. Эту неделю просить, Господи, Дух Святой придет, я приму ли его? Разрешу ли, когда говорят о человеческой, научной мысли, или прямо от Бога будут говорить, тебе Бог говорит, только обязательно, чтобы сходила со Священным Писанием. Ни одной буквы, чтобы Библии не потерять. Итак, перед нами неделя ожидания. Да благословит нас Господь. Благодарю вас. Срани вас Господь. Аллилуйя, аминь. С Богом. Может кто хотел что-то спросить? Нет. Ну тут все ясно. Ожидание Духа Святого. Кто не имеет Духа Святого, тот не его. Тут уж 8-9 к римлянам. Ожидание Духа Святого.